всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное оправдание отговорка или вопросы людей убивающих животных ради развлечений или поеданиях трупов или другой какой-либо эксплуатации что пользоваться их ними продуктами называется это оправдание как человек самый умный вид живых существ мироздание в этой цепочке мы люди гордимся своей разумностью так звучит тезис людей таких я читаю тексты по книге некоего проповедника евангелиста веганства из англии активиста это землянина но у него есть тоже свои видео блог английском естественно языке я читаю русские переводы его книги которую написал надо отдать должное мы как вид достигли невероятных высот но можем ли мы использовать аргумент о том что мы более разумны чем другие животные для того чтобы оправдать их убийство поедание и эксплуатацию я считаю что этого аргумента довольно много слабых сторон для начала давайте ответим на вопрос можем ли мы считать свою жизнь ценнее жизни другого только на основании что мы умнее знаете ли вы что свиньи умнее собак это научно доказанный факт при этом на западе никто не есть собак зато многие регулярно едят свиней но и наоборот кто знает на востоке спокойненько едят и собак получается что мы лицемерие утверждая что в вопросе кого есть такого нет решающим фактором является интеллектуальное превосходство иначе мы предпочли бы есть собак а не свиней я уже не стал вот расставлять эту картинку вы помните не раз она была по поводу по моему в одиннадцатом вопросе тоже вот она по поводу лицемерия до тонкая линия то есть это опять действительно подчеркнул как человек никакой религии не относящийся к религиозным мировоззрением он действительно очень хорошую вещь подчипа подметил почему я у текста читаю что действительно даже она очень часто обращается к логике к рассуждению к уму к здравому смыслу что если аргумент мы умнее животных дает нам право якобы дает нам право убивать их эксплуатировать тогда мы должны все это раскладывать по цепочке если свинья научно также доказано что умнее собаки тогда мы должны прежде всего хотя бы начать есть собак а потом уж свиней все-таки менее разумных есть получается эта логика не выдерживает никакой вот этого критического мышления или рассуждения на ли все таки в основной массе планеты хотя восток по численности населения тот же самый китай является четвертой частью всей земной численности земного населения поэтому можно сказать что и неизвестно больше не больше но действительно собак с кошечками во многих странах мира не едят а получается по по науке по природе они глупее свиней а свиньи намного умнее я сам читал как бы якобы вот эти статьи ученых действительно исследовали просто знать как я отношусь ко всему наука по сути просто наблюдение но из этих наблюдений можно вывести разные выводы можно и такие можно такие поэтому я не очень топлю но раз уж решился записывать такую серию не очень топлю за это но раз записываю то в общем то тоже рассуждаю на все эти вопросы вы только подумайте если бы вы действительно считали что ценность жизни вида определяется уровнем интеллекта его представителей мы бы не ели коров свиней куриц овец мы бы ели животных которые считаются наименее разумными то есть насекомых ну тут это идет дальше в развитии этой мысли что пожалуйста чем и тогда едим действительно таких высоких социальных животных очень близких по телу и душе а духе сейчас не будем а лично с нами я ну что что душа у животных есть это написано для верующих людей в библии да и любой человек понимает у них есть душа психи их есть чувства эмоции об этом мы с вами уже даже предыдущих оправданиях разбирали что они подвержены всем этим стрессом они выбирают они очень разные по характеру а это и есть душа характер это картина души да как говорят скромный собаки скромные застенчивые трусливые сильные это чувствует не чувствует это свойство души это не чувство тоже часть природы души и это тоже ну выражение как хотите состояние тут все эти слова не пересекаются и от прав а чё тогда мы да действительно таких высоких социальных которые точно так же как мы с вами прямо буду говорить занимаются сексом да и рожают будущие поколения точно также зачастую за ними ухаживают и заботиться кормят грудью как это делают женщины да точно также воспитывают их уча их там как мы учим своих детей жить так они хочет жить что делать что выбирать как ходить все этому учат одни почему мы убиваем таких высоких животных которых есть социум которые живут там 100 их защищают друг друга заботиться друг от друге прям как общины у людей давайте чем пониже действительно да кого нет таких похожих на и человека признаков почему нет если задуматься еще менее разумными на наш планете являются растения это все помните почему некоторые вопросы настолько смежно или близким уже осуждали что да что про чувства там если у растений чувство боли и так далее можно их нельзя есть здесь из той же серии нету сердца ну это один вопрос очень пересекаются их выделить знать ну слышите от меня что я все равно все в одну кучу бывает в одном вопросе мишу смешиваю у человека умное сердце ум и сердце то есть я рассуждаю я чувствую вот два критерия но это очень часто свои вот этим вопрос оправдание деле так скажем ну и можно это делать но я так как не ограничиваю себя по времени в слове то успеваю затронуть это и те и те тем мы с вами же рассматривали если у них чувства даже если есть да то какая разница меньшим злом будет даже есть растение то что его меньше съешь чем-то эти растения скармливаешь там животного потом из одного килограмма до убив может быть миллионы душ растений потому что в каждом зернышке тогда своя душа так не проще съесть эти несколько зернышек то же самое про умные да если растения еще глупее может у них и есть мозги но самые маленькие так чё тогда опять выгоднее есть растение с точки зрения морали ты же не настолько умное существо ешь которая видит что ты пожираешь там убиваешь его ребенка вам один колосок не будет кричать и мычать если ты забираешь другой колосок от него или зернышко у нее берешь или огурчик срываешь с кустика и другие огурцы не будут возмущаться вы посмотрите что происходит когда ловит ту же самую дельфинов там китов забивают китобойник кто знает их социум они знают они вылавливают одного дельфина же не один нужно не хотят всю стаю убить вот мы достаточно одного поймать и все и вся стая на крик этого дельфина тому как они пищат вся стая плывет его спасать и они убивают всю стаю естественно окружают ее пользуюсь вот этими самыми настоящими можно сказать человеческими инстинктами этих животных жертвенной любви защитить своего близкого дельфины не оставляют своих они готовы умереть но они плывут возвращаются если кого-то выхватили как-то или подбили все равно пытаются его отбить так скажем их всех обычный либо в сети ловит либо забивают там вот так это происходит всю эту рыбку которую вы едите очень часто точно также и ловит пожалуйста нового огурчик другой другие огурчики не станут кричать на как-то у вас пытаться их там отбить или еще что-то сорвали никто и песка не сделал почему не есть тогда растений это же более будет гуман у них мозгов то если пусть и есть то совсем минимум так что если мы действительно хотим есть наименьше разумной еду нам в любом случае нужно есть растение быть веганами от молодец я утра я над такими вопросами конечно даже никогда не задумывался мне настолько с одной стороны чуждо потому что если честно записывайте ролики ну как записывать ролик еще ладно ты в одностороннем формате поговорил уж люди такой в жизни чепухой занимаются я уж понимаю что это в любом случае доброе дело но конечно же когда я в личке проповедует так скажем коротко кто видел в беседах видео аудио текстового формата конечно же я топлю только за дно убийство это зло любовь забота по печенье добро это всем и так это и понятно и ежу как это я люблю выражаться но ты все это все так уже знаете потому что ты отвечая на тупой вопрос по сути опускаешься до тупости этого человека есть растение быть веганами ведь царство растений отличается значительно более низким уровнем интеллекта по сравнению с царством животным к тому же разумность понятие субъективное ну по поводу я ведь и надо стараюсь объяснить и надо даже не хочется концентрироваться я уже общему изговорил тот самый от когда там пишет это я читаю русские переводы так ли перевели что имел ввиду и это на английском да это большой вопрос и правильного понимают даже на английском моя речь очень часто случае слушает в ответ не такую чепуху несут якобы это я говорил я у тебя так понял я в теме неправильно понял хотя он слушает мои слова ну ты же вот так вот говорил я говорю нет ты меня вообще не понял о чем я говорю то есть даже читая был читал бы ты английские едовы тексты не факт что ты его еще правильно понимала когда ты еще и переводишь на русский это вообще поэтому когда мне там начинают за библию втирать что это слово божье вы знаете до нас дошло неизвестно кем и как написаны неизвестно как растолкованы сначала родными теми кто его писал языками людьми потом тысячи раз переведенный переписаны и опять перетолкованный потому что любая перепись перевод это толкование и прошло тысячи лет с этих времен вы знаете что до нас дошло в каком виде поэтому то что даже это употребляет я так быстро зачитываю видите ну все равно не могу остановиться тому там более низким уровнем интеллекта и он это говорит как бы на языке того тупого человека который в принципе задается этим вопросом на самом деле просто просто отговаривается и ищет себе оправдание чтобы пребывать как я его в одном единственном грехе гортана бесного алчного чрева вот и все удовлетворение похоти этих страстей языка и брюха своего вот и все все это отговорки поэтому так пишешь что раз это он же встает на позицию этого человека якобы мозги есть у всех ноут побольше и поменьше он и говорит но якобы животным более интеллектом чем там растение хотя он это может вообще не исповедовать да к тому же разумность понятия субъективны вот на этом вы видите даже выделил это очень тоже правильная мы следующие это энштейн как-то сказал если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево она проживет всю жизнь считая себя дурой неважно сказал ты эйнштейн как сыгрю не сказал мудрость есть мудрость неважно кому она принадлежит у истины нет авторство даже бог не не автор и не 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 ищет себе авторского права на своем просто есть и мы все являемся частью этой истины единственно очень часто уклоняемся во зло а должны в ней просто пребывать истина просто есть бог не жадны до нее до это мудрое высказание говорит о том что умственной способности понятие субъективное у большинства из нас умственной способности проявляются в разных сферах по-разному действительно многие с математикой не дружат и что дальше можно этого человека убить или сожрать кто-то в химии не дается вы знаете я в институт поступал строительный до поступления до учебы в институте я думаю что вроде как ну да я техник технические науки это мое это я так думал участь в школе казалось бы и так думал да когда я поступил я понял ну да кто знает меня видел мои ролики действительно соображают строительстве и вообще в технике и вроде бы как меня к этому тянет но только на половинку потому что в самом вузе я открылся внутри себя сам хотя у меня были единицы предметов таких как философия там психология социология все у нас там было по семестрам причем зачетными даже не оценками экзамена просто зачет и не зачет кто помнит я даже уж не помню как правильно называется ну в общем зачет не зачет да по этим предметам был и все экономика политологии ну экономика с оценкой было история опять было хотя уже казалось бы у многих она в школах заканчивается я понял что я гуманитарий не меньше чем техника может и больше я стал читать книжки литературу художественно не художественно я понял что меня сопромат я вообще перестал понимать не то что перестал смысле а я перестал понимать такие высшая математика пошла сопромат термех для меня это стало вообще какой-то жестью мало то что мне физика тяжело в школе давалось а высшее строительное образование оказалось связано с гибридами всех этих наук то есть математика то мне давалось и в общем-то когда я поступал я сдавал две математики письменную и устную это алгебра и геометрия была в совокупе все в этих так скажем экзамены там не было физики поэтому я и пошел старояка и на определенные факультеты которые мне якобы были близки но в оконцовке когда я поступил оказалось что там весь гибрид химии физики математики многие дальше эти предметы и науки они так называемый симбиоз является смесь всех вот этих вот предметов тех которых я в школе изучал и мне они стали вообще поперек горла так тяжело даваться что я плюнул уже на их изучение рассказывал кто знает мою жизнь есть ролики на канале отдельные о моей жизни плейлист целая собрал тогда то есть я я первых работал все пять лет там с какими-то перерывами менял работу там сессии уходил я уже стал у нас уже тогда коррупция процветала в мои годы я в нулевых учился 99 2004 и уже за все платили эти предметы которые мне уже поперек горло вставали и тем более работал учился спорт все на свете был у меня это что мне не давалось я плевал и просто там покупал естественно договаривался как угодно там было тогда так что потому что понимал что это трата моего времени уже бесполезная мне ничего не даст я буду там сидеть пыхтеть мне тяжело дается рад чего я уже понимал что даже не работать и не собираюсь по этой профессии как инженер по теплоснабжению сидеть там на чертежами всю жизнь на настройки там пахать мне это если я и потом пахал на стройках но не в роли инженера как такового по теплоснабжению вот так что вот так вот поэтому это уровень знаний это таланты у кого-то бог дает эти какие-то разные чтобы мы просто проявляли а вместе были какой-то едины целые но это не делает нас ум и сердце это разные вещи при этом должны совместиться об этом и сейчас еще ниже и поговорим разумность понятие субъективное вообще эти понятия разумом кто знает и кто философе вдавался это вообще беда если начнуть философ читать там такие измышления порой начинают это все ковырять про человеческую природу все это делить какие-то определения тому давай по сути человек это просто бог святой добрый бог таком изначально внутри он есть по природе нет природу может либо искажать либо ее воплощать в своей жизни обретя гармонию и счастье это мудрое высказывание говорит о том что умственные способности понятие субъективное у большинства из нас умственные способности проявляются в разных сферах и по-разному к тому же какое-то имеет отношение к вопросу ценности жизни это абсолютно прав ко всему прочему важно понимать что именно люди как вид делают самые неразумные вещи тоже правильно опять неразумные с какой стране со стороны добра мы единственный вид на земле который уничтожает свою собственную планету свой дом единственную нашу среду обитания мы буквально убиваем себя уничтожаем свой вид и всех живых существ обитающих на этой планете мы покупаем употребляем продукты не думая о том какой эффект это оказывает на других живых существ мы загрязняем свои леса свои океаны свой воздух мы не уничтожаем свой мы уничтожаем свой единственный дом это совсем не похоже на действие наиболее разумных существ опять заметьте здесь уже это слово разум употребляет дела там какие перечисляет дела зла он не представляет чтобы самые глупые что мы на пытаемся уравновесить на каких-нибудь палках два разных камня нет он говорит как будто о разуме а говорит о сердце потому что он говорит о делах добра или зла я сейчас закончу свою мысль дочитаем мы уничтожаем свой единственный дом это это совсем не похоже на если разумных существ поэтому нет мы не можем оправдывать убийство других животных тем что мы считаем себя умнее их потому что разумность субъективно да и неважно к тому же у меня горло пересохло к тому же на этой планете из всех видов именно мы ведем себя наиболее неразумно но еще раз вы видите по тексту по контексту это разумности неразумности говорит только в контексте добра как христиане теперь я начинаю опять говорить почитали этом и вы видите это как человек не не каким себя религиозным течение мировоззрением сектам организации не относящийся говорит все равно вот почитав его вот эти тексты кто послушать его проповеди мы видим что он разум подразумевает что ты своим умом пользуешься на благое дело я скажу христианскую догму о том что такое человек сущность человека это ум любит особенно в христианстве там нас с этой троицей до по плоти отец сын и дух святой на самом деле божественная троица и природа человека это ум начальная точка рождающий мысль проходя грань видимую невидимую мира атома она становится словом или делом слова это за счет того что у меня есть плоть есть язык я могу сказать что доброе или злое или делает одно и то же и все это несет какой-то дух дух это конечная цель из точки а в точку б всегда привожу естественно эти за умные свои мысли обычным человеческим примером как это делал иисус я беру нож у меня мысль возникла она откуда-то возниклась начальная точка ум взять нож это просто мысль она еще не хорошая неплохая нож в сам по себе не хорош неплох у меня мыс возникла взять нож я его в беру с какой целью все это конечно секунду это мы раскладываем с вами по полочкам мы происходит моментально мысль облачается в дух моментально вернее она является каким-то духом добрым и зимка горит не в том духе да сейчас на этом закончим но любая мысль имеет конечную цель добрую ли злую взять нож какой целью я могу салатик покрошить с утра фруктики порезать ребенку с утра на завтрак поставить или школу собрать или мужу там да а могу взять но еще проснувшись с кровати что жену свою убить негодную у мысли есть цель конечно или желание или чувство сердца и то есть другая почему говорят не в духе человек потому что он творит какие-то злые дела ругается кричит вопит ударил плюнул не в том духе как не в духе человек ночь а сказали так о человеке все это называется духом это я то есть я сегодня плохой не в духе не в добром духе на самом деле все это сокращают вот так а в злом духе наоборот в духе только в зло дух вы это зло в нем не в духе добра почему потому что то делает плохое все это вокруг в итоге от лучше не подходить вон бушует кричит вопит до ругается он что-то делает конечная цель поэтому по поводу разумности нет никакой разумности вообще ума как такового просто вот эти все понятия у одного философа прочитайте что он подумал мы подразумевает вот эту доброту другое что он туда разум делает а ум это наоборот то что я просто могу два плюс два сложить поэтому это знаете когда тоже люди зачастую о чем-то спорят к сожалению то просто из-за недоговоренности понятия и многие в одной в разные слова складывают одни и те же мысли и поэтому пытаются выяснить а на самом деле они говорят об одном и том же разными словами либо наоборот ну естественно симметрично разные понятия у них но одним и тем же словом названы у них опять конфликт то потому что это в это же слово вкладывает одно то другое ну суть одна да вы знаете когда во первых иисус об этом говорил и опять же вот иисус сказал не не раз многим место в евангелии дошедших до нас есть там скажем самим иисусом разжеванными растолкованными где просто переданы его слова если не будьте как дети не войдете в небесное царство и чего только в эту не вкладывает какую только дури чепуху я не слышал апостол павел потом прямо сказал что имел ввиду грубо иисус хотя он не давал комментарии там на евангелии вообще он не писал иисуса не видел и не был его прямым учеником при его жизни но павел написал что не на не будьте младенцы по уму это опять что он говорит павел такую тоже фразу немножко заковыристую сказал но будьте скоры на добро а по злу будьте младенцами у павла несколько даже раз и повторяется в разных на питаться я так тоже со своими словами собираю но кто знает и читал эти места тот помнит на злое будьте младенцы там павел горит тоже о скорости желание что-то творить зло и вообще а по уму будьте совершеннолетний и все время говорит о добрых делах и уж вся эта библия переполнена этими вообще все мудрое человечество когда-то очень сильно в свое время я читал житие и так называемые слова или творение антония великого святого ортодоксальные псевдо христианской секты он и православных святой и католик католиков сам конечно это житие его слова многим не легли в свое время я очень любил его и перечитывал и у него есть забыл она у меня есть на канале кто хочет посмотреть я зачитал это тоже публично своими комментариями 150 слов или как-то у него там я вот не помню вот о доброте вот этот антоний великий он всегда писал что умный человек это равно добрый человек у него вообще слово ум было равно слову добру я очень часто помню там некоторые цитаты я уж их просто позабыл в свое время тоже не частенько пользовался поэтому умный человек это умное сердце это мои желания если одними словами что такое вообще эта мысль несущаяся в бытие из моей головы так называемый вылетишь на самом деле это умное сердце это мысли которые направлены на добро то есть доброе дело не доброе желание сначала но желание превращается в действие это когда каждое моё действие направлено на добро вот и все а тогда любой человек любой профессор может просто взять пойти изнасиловать свою ученицу он же умнее и и она глупее почему не сделать относительно нее зловес зловещий акт тогда они там в лихие 90 в россии не бандит как раз должны были грабить там бизнесменов а профессора еще и прессовать этих бандитов тушень тупицы в основной своей массе отбитые спортсмены с головой которые 2 плюс 2 не сложат вся вот эта вот разумность наука да то что я там что-то могу или даже мои профессиональные навыки из деревяшки могу что-то выстругать скульптурку какую-то это вообще ничего не значит это все суета сует в современном мире все что мы видим в мироздании это якобы подчиняющиеся каким-то якобы не особенно конечно верующие люди в этом плане веселят в кавычках законы природы бог и есть природа бог бытием всячески во всем а все весь мир это его фантазии его мысли точно так же как наши с вами которые мы можем потом на бумаге виде книги изобразить сейчас в виде компьютерной можем мультик фильм нарисовать скоро уже он дополненной виртуальной реальность в нашу жизнь врезается и все что ты помыслишь все там происходит причем до невероятного какого-то казалось бы абсурда или что-то такого что невозможно быть все что ты думаешь это может иметь место быть в бытие так и бог все что мы видим все нас окружает и просто его мысли якобы закон притяжению существует временно в его же задуманный его мыслями вот этом ограничено временно пространственным измерения в котором мы с вами живем для познания сущности бытия той же самой смерти но так-то мир бесконечен безграничен и бог если завтра подумать никакого притяжения не будет иисус спокойно ходил по воде укрощал бори бури приумножал хлеба воскрешал мертвых исцелял больных изгонял бесов одним своим словом он показал что он и есть тот кто сотворил мир от начала одним своим словом он говорил и так становилось потому что это его мысли это нам кажется надо там ковыряться чтобы там 38-летнего больного поднять который не ходил 38 лет надо супер там операции выхаживать человека нет он просто берет его за руку и поднимает это очень важно понимать поэтому весь этот человек вот эти все так скажем умные люди которые мы себя очень любим именовать и все наши профессиональные навыки вот эти какие-то знания это вообще ничего человек это его доброта это то насколько он в мире стал святым богом любовью то насколько он творит добра умеете ли вы говорить на скольких языках насколько вы грамотно говорите даже на родном языке умеете ли вы ставить запятые в тексте кто знает я конечно иногда поправляю людей мне не нравится когда пишут там комментарии без одной запятой и сиди складывай казнить нельзя помиловать это конечно ну надо стараться в этой жизни в пространстве временном измерении быть прекрасным во всем даже пусть во временных вещах чек неоприятный до безалаберный это тоже говорит о человеке это значит у вас такой внутренний мир и он потом относится будет ко всем вещам это вы так будете до вы свои такие и доброту так будете проявлять и рвение познания истины это сказывается во всем понятно не суть важно в этой жизни там выглядеть красиво и опрятно но просто по человеку по его делам отношению к себе видно как он относится к себе если к плоти так относится он и к внутреннему человеку в духу так относится это очень важно если чем-то занимаешься профессионально маляр стойлер пусть ученый до познавай совершенствуйся это говорит о том что раз твой такое рвение быть лучшим в этой сфере неважно в каком мире ты кружишься пусть даже продавец ну ты топовый продавец на рынке те все знают ты всегда улыбнешься там суетишься тебя все самое лучшее ты не обманываешь обслуживаешь хорошо развиваешься вторую точку делаешь это хорошо если к такой значит это говорит о его внутреннем стремлении это значит когда до дойдет дело до постижения истины бог его коснется или его помпой понесет в сторону добра он и там будет совершенным это просто факт жизни поэтому если вы по жизни тоже такие тяп-ляп это вы в душевном таком вот именно как говорят в религии такие же везде вам все если вы тепло-хладный по жизни вы во всем таким будете и вы никогда не достигнете того совершенства которого мы должны призваны все достигнуть от к достигну которую вы сами станете счастливыми вы обретете полноту счастья но по поводу еще раз заканчиваем уже вот этого ума да то есть все это неважно кто-то умать называют скорость вот эти знания так называемые все ерунда а вот быть добрым то есть желать блага то есть это мысль которая добрая я беру нож не чтобы зарезать а чтоб салатик нарезать да я выхожу из дома не чтобы ограбить чтобы послужить кому-то и так далее так далее так далее то есть добро доброта любовь она проявляется в делах вот смысл жизни естественно каком-то до убийстве животных неразумных идет речь из твоей мысли зло разве убийство можно назвать добро нет то есть весь этот ум развитие то что на автомат придумали пистолет самолет вертолет на которых бедных там в сибири медведи загоняют тигров там где-нибудь это все конечно это говорит и безумие человека вот и тогда как ведь мед то есть да ты придумал самолет ну красавчик для чего для того чтобы взять медведя убить молодец именно об этом и безумные поступки люди совершают атом разложили хорошо ладно можно греться зимой жить даже не в африке а на севере отапливать дома мы что разложив этот атом берем скидываем бомбы на другие народы безумие безумие что мы называем безумием заметьте злое дело слой дело мы называем безуми поэтому у всех людей в концовке ассоциируется или разум как хотите просто в разных философских системах ум и разум реально диаметрально имеют значение кто-то или что это вот у разум отвечает за типа знания а ум это за доброту какие решения ты принимаешь в сторону добра или зла где-то наоборот это просто отчитать у этого философа до определение какой-то список слов что он в них вкладывает разум сердце душа дух тело плоть бог вселенная бытие и тогда уж читать его труды всего нужно словарь их прочитать что в каждое слово вкладывать на 6 разный будешь философов читатель даже он религиозные все эти вероисповедания так далее к там каждый свой смысл может вкладывать тут главное просто не попутаться потом будет куча бесполезных споров вот и все ну я вам об этом сказал и поэтому будем может быть другими более понятными словами общей принятие ложатся все знания наши так называемые внешнего мира да и пусть даже внутреннего где у кого-то селезенка почка находится это знание пустые они нужны временно они внутреннего человека никак не делают к святости не приближают добрым его не делают ты можешь употреблять эти знания опять на добро или на зло но я это слово ум дух греческая news я по-русски свобода выбора моя вот эти слова синонимично используется кто кто я такой а я это моих совокупность выборов добра и зла самоопределение в каждом поступке моей жизни перед лицом добра и зла вот что это такое вот человек разумных то ну как вы уже заметили все эти вопросы пересекаются предыдущий вопрос тоже о том что да ты должен быть находясь в высоте цепочки ты заботишься или тиранишь все это из одной серии будучи умным тогда ты проявляешь смекалку чтобы как-то помочь какой-то умный человек один скучно подарит там что-то какое-то добро свои любимые возлюбленные сделать а другой смехалочку приявит что-то интересное какое-то отпраздновать событие куда-то съездит что-то приготовит на это надо ум свой на разность добра использовать свои творческие таланты на красоту и так далее так что вот так вот поэтому умный это тот кто добрый тот кто выбирает добро в каждом своем поступке жизни поэтому я вам всем пожелаю быть умными в этом плане конечно быть добрыми святыми честными открытыми светлыми уже выключил ролик и кое-что вспомнил внизу по тексту я же записал что злой гений так для себя ремарочку и переключил сцены и забыл об этом сказать очень важно вы знаете вот это вот понятие у меня есть пост в инстаграме я его самым первым сделал я в в основном не сижу и чё там не выкладываю редко вот пару раз что-то выложил я помню что он у меня там там вот эта фотография ребеночек с таким на майке злой гений да и некое письмо давайте я вам еще зачитаю один директор школы посылал это письмо каждому учителю который убрал на работу уважаемый учитель я пережил концлагерь мои глаза видели то чего не должен видеть ни один человек как ученые инженеры строят газовые камеры как квалифицированные врачи отравляют детей как обученные медсестры убивают младенцев как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин поэтому я не доверяю образованности я прошу вас помогайте ученикам стать людьми ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ тренированных психопатов образованных образованных эйхманов он перечисляет здесь немецких немецкого лидера одном чтение письмо арифметика важны только тогда когда помогают нашим детям стать более человечными гениальная вещь и вот я говорю ролик выключил потом на текст а глянула на своем на страничке с которой я все и зачитывал что я пометочку сделал рассказать всем известное понятие злой гений казалось бы абсурдное сосчитание с как мы с вами долго я вам говорил и все это разжевывал да что ты может быть по уму гениальным ты может быть изобретать супер какие станки и вот именно этими станками потом резать пальцы людям ты можешь быть гениальным врачом так скажем да хоть я там вы знаете как медицине отношусь на что ты можешь употреблять ты можешь быть супер образованным математиком физиком астрономом при этом со стволом в руках вышибать мозги таким же людям как и ты и в том числе и животным но здесь частности вот о людях идет речь в этом письме некого директора школы прошедшего вторую мировую концлагеря не забывайте об этом поэтому вот это вот понятие я умный поэтому я имею право творить зло более глупому это настолько тупое абсурдное идеологическое мировоззрение который ведет этого человека и все его окружение и все общество в целом если оно это исповедует куда на дно ада уже здесь на земле можно быть злым гением всей знания я в принципе об этом сказал находится чтобы это понятие тоже у вас именно злой гений поэтому ум это еще ничего ум человеку или разум как мы уже с вами говорили философии как вы там не употребляйте слова когда речь идет о решении человека кто это вон вкладывает кто в разум когда я выбираю перед лицом добра и зла мой ум мой разум проявляется в том что я выбрал я выбрал давно добро я умный я разумный человек я выбрал зло у меня может быть красный диплом по всем предметам и всем институтом и всем там и куча высших образований дипломов и доб доб образование да и степеней и наград если я выбираю зло в отношении любого живого существа и природы всего божьего творения я тупица если я это делаю несмотря на то что у меня нет ни одного даже среднего может быть образование я могу быть вообще папуанова гвинея быть каким-нибудь членом какого-нибудь еще древнего народа общества и племени живущего в деревеньке с 10 человек если я творю людям благо я абсолютно умный и действительно разумный человек не забывайте об этом он